так мы снова в моем любимом магазине барбекона не могу остановиться на самом деле их рубашки они лучшие итальянцы знаю что они не очень дорогие мало ли подумали что рубашка 27 евро друзья наконец-таки мы попали в колизей третий раз мы время за последнее время и внутрь и все попадать не получалось как уже было когда-то замечено предыдущей серии вот здесь не можно посмотреть что как будто бы знаете храм в иерусалиме разрушается и примерно в то же время строится новый храм храм где в центр всего выводится желание человека мне просто зрелищ а самых пла похабных зрелищ которые только возможно то есть здесь как устроено было утро начинается с казни это самое дешевое зрелище приходишь короче здесь кого-то казня четвертуют отрезают голову ну смотришь в общем нормально потом днем проходили борьба с животными то есть выходили воины и гладиаторы они бились животными а вечером самые зрелищные бои это были гладиаторские бои когда гладиаторы уже бились друг с другом мы находимся в северной части здания а в южной напротив видите крест это императорское место вот там он сидел и судил оставить жизнь гладиатору или убить он смотрел на публику как она реагировала если это конечно гладиатор которые которые люди любили они может он сейчас проиграл но убивать его не надо давайте оставим его пусть он подлечится и потом ну как бы продолжит свое дело надо сказать что в первое время ну и достаточно долго в этих шоу участвовали христиане и христиан здесь убивали они участвовали и казнили их здесь и в гладиаторских боях они участвовали вот и можно сказать что в память об этом вот сегодня есть этот крест и интересно что этот крест он стоит на месте где когда-то восседал император то есть вот был когда-то император рима а потом такой царь но его место занял другой царь вот небесный небесный царь колизея по сути представлялось огромное количество трибун порядка 70 тысяч человек сюда вмещалось остался небольшой кусочек этих трибун не исключено что их восстановили вообще практически весь мрамор растащили на новое строительство в частности на строительство собора святого петра он такой белоснежный почему потому что сделан из белоснежного мрамора который взяли из колизея вот хотя на этом месте христиан гнали но теперь можно сказать что христиане сохранили колизей потому что в 18 веке это место было освещено как место гибели христианских мучеников и после этого колизей перестали разбирать вот к 20 веку в какой-то форме его законсервировали и теперь мы можем его посещать кстати говоря вообще про консервацию это тоже очень интересно почему до сих пор не отреставрировали колизей вот вот этот вопрос задавались почему сколько лет он стоит почему вы до сих пор не отреставрировали вот потому что иногда так вопрос звучит относительно ананкирхи есть вещи которые необязательно реставрировать где ну есть вещи которые просто нужно сохранить как некую память вот я не говорю о том что ананкирхи нужно как бы полностью там законсервировать но все равно полностью отреставрировать тоже не всегда нужно не надо понимать что руины сами по себе они тоже несут очень большую ценность вот здесь мы видим элементы отделки как-то сделано было из мрамора и вот здесь белый мрамор как выглядели трибуны теперь значит мне интересно пойти в собор святого петра и отыскать какие-то элементы колизея я думаю что это можно сделать на самом деле я думаю что специалисты они но знают где это можно найти пространство под ареной было 8 метров в глубину там животные хранились и главное там была система лебедок который на лифтах поднимала и выпускала животных гладиаторов то есть всегда был эффект неожиданности я себе так представляю что гладиатор побеждал одно животное вдруг откуда появился там новое и так далее то есть это жуткая вещь но я думаю что зрители они просто были в восторге вот сегодня но есть экстремальный спорт где люди немножко так ну как бы выбрасывает адреналин я не говорю про гладиаторов а про людей которые просто наблюдали я уверен что уровень адреналина вообще нам зашкаливал конечно сама арена была покрыта деревом а сверху был засыпан песок вот слово арена буквально переводится как песок с латинского и на испанском до сих пор то есть в испанском языке арена речь о песке а почему использовался песок с практической точки зрения это действительно очень удобно потому что кровь которая там проливалась с песка очень легко убиралась то есть убирался слой засыпался новый песок вот кое-где остались оригинальные ступени к сожалению туристы можно подняться лишь только на второй уровень выше уже не подняться но раньше по оригинальной ступени можно было слышать и подъем ну как вы понимаете нынешняя кирпичная отделка это не отделка это то что было внутри а отделана было мрамором и вот некоторые части этого мрамора лежат ждут своей очереди когда они может какое-то место займут а может никакой не займут можно здесь и будет лежать вот но в принципе зато можно представить как это было кстати говоря лица здесь написано петру петроне и есть места подписанные и в некоторых местах мы можем там выставлены а что мы туда подойдем кстати говоря мраморные плиты на которых написано императорские имена то есть императора естественно было свое собственное место и туда больше никто кроме него не садился вот но не только у него наверное можно было приобрести какое-то место вообще на сказать что попасть на это шоу это но это не все могли себе позволить вот и для того чтобы попасть нужно было купить билет где-то что очень дорого делался он из керамики такой керамический билет на котором был указан вход здесь 80 входов по кругу дальше ярус на котором он человек располагался ну и конкретно место в принципе как сейчас на самом деле в театр ты идешь то же самое там кстати все слова а трибуна арена ярус они ну в принципе вышли вот отсюда не знаю может не из колизея но по крайней мере из латинского языка ну вот они подписаны трибуны здесь сидели попы императоров кстати снаружи колизей тоже выглядел феерично на самом деле он и сейчас выглядит феерично потому что она такой объем по полу здание такого объема античная я не знаю если еще где-нибудь такого возраста и такой площади вот мы в принципе до сих такая площадь ну в общем в общем общем поражает а раньше было еще круче все вот эти кирпичи кстати говоря которые клались без раствора друг на друга сухой сухой как бы кладкой такой они скреплялись железными скобами может пройдем где-нибудь увижу и где где-нибудь еще можно посмотреть в общем плюс но это было все новое отшлифованное красивое и вот здесь в арках стояли статуи античные разные красивые статуи такие то есть люди шли и знаете как но я не знаю как перед концертом ты идешь афиши твоей звезды а гладиаторы они на самом деле были звезды то есть они просто и ну им чуть ли не поклонялись люди которые сходили они там рассказывали как это было зрелищно это было круто вот а здесь в сувенирных лавках продавался под гладиаторов то есть представьте на всех люди фанатерами вот гладиатора с ума сойти я считаю что это же важно что человек когда подходил к шоу он шел и вот он видел эти как бы здание статуи в варках и в дом приходил занимал место сейчас будет мясо вообще вот так он думал вот так вот было лучшим они песни пели чем выше твое социальное положение тем твоя трибуна ниже чем ниже твое социальное положение всем твоя трибуна выше а если он совсем низкая то у тебя общение трибуны вот мне кажется супер интересная вещь проект кажется микеланджело его подготовил но могла ошибаться по перестройке колизея в храм и такая площадь со статуями видите по кругу и площадь составы по центру мне кажется было бы интересно если реализовали это было бы смело и реально было бы очень интересно получается церковь она внутри какого-то сооружения класс вот наконец-таки нашел железные нормальные скобы то есть часть коп они вставлялись вот такими штырями а часть скоб они вот скрепляли между собой плиты вот видите они остались здесь вот они а здесь как бы кусок от них остался то есть видно как эти свои эти скобы стояли здесь 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 осталось еще я весьма наблюдательное сказать итак краска экскурсия по колизею вот такая красота была когда ты подходишь вот так это выглядело снаружи здесь был видите козырек практически как у из к к красивой статуи щиты бои гладиаторов на песке бои с животными на песке водные бои то есть здесь даже заливали озеро и устраивали водное сражение здание с колоннами а это наверно форум на это форум куда мы не пошли а знаете почему не пошли чтобы снять этот ролик бане туда мы планируем пойти но они что будет вот так всякие красоты это пантеон почти не изменился статуи убрали не но мне кажется тут интересно что действительно храм в иерусалиме был разрушен и в то же время построен вот как бы храм нового типа сегодня церкви то это тоже быть вопрос перестройки церквей как можно использовать еще церкви вот если взять венеции там куча этих барочных церквей понастроили еще с ними делать непонятно что раньше внеция была богатая а сейчас там никто толком не живет нам один турист туда приезжают что с ними делать с этими церквями в калининграде церкви разрушили что с ними делать с этими руинами тоже как-то использовать надо вот и люди ищут что использовать и зрелище одно из тех вещей которые использовать можно вот но как сказать само зрелище само по себе, оно, ну, тоже можно по-разному. Конечно, есть зрелища, где людей убивают, а есть, ну, скажем так, концерт вивальди, условно. Это весьма разные вещи. А еще знаете что? Здесь продают экскурсии, но вы на них не ходите. Вам ничего интересного не расскажут. Вообще ничего. Вот все, что я вам сегодня рассказал, 30% было взято с экскурсии. Остальное я сам допридумал. Ладно, шучу. Вот. Да. Такие дела. Такой, такой вот колизей. Такой колизей. Поучаствуем в инсталляции. Наушники от экскурсии останутся здесь навсегда. Ну, если уж не навсегда, то на пару дней точно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok